Восемь избирательных кампаний пройдут в Тверской области в сентябре. Право проголосовать имеют почти 162 тысячи жителей Верхней Волжья. Это лишь некоторые цифры, которые озвучила на пресс-конференции председатель обл. избиркома Валентина Дронова. Подробности у Романа Быкова. 8 сентября Тверскую область вместе со всей страной ждет и единый день голосования. Правда, затронет он только часть муниципалитетов. В Андреаполе и Висегонске, Вышнем Волочке и Торжокском районе будут избирать депутатов местных дум. В Киморском муниципальном и Осташковском городском округах, а также в Твери, пройдут доп. выборы в муниципальные парламенты. Жителям Балаговского избирательного округа предстоит избрать своего депутата законодательного собрания. Всего подлежит замещению 71 мандат. Один регионального уровня, остальные муниципальные. Количество депутатов представлено на данном слайде. Опять же, наибольшее количество это Вышневолодский муниципальный округ, 21 депутат. Право проголосовать имеют 161 746 жителей вышеупомянутых муниципалитетов. Организацией и проведением выборов, помимо обл. избиркома, занимаются 12 территориальных и 206 участковых избиркомов, в рядах которых трутся 1727 человек. Что касается кандидатов, то выдвижение будет длиться месяц, с 18 июня по 18 июля. Документы для регистрации им необходимо предоставить не позднее 23 июля. При этом иноагенты теперь не имеют права принимать участие в выборах. Если кандидат является иноагентом, то до момента регистрации, сдачи документов на регистрацию, он обязан этот статус прекратить. Прократить, представив подтверждение этого, либо уведомление от Минюста, который является держателем виеста иностранных агентов и лиц, причастных к деятельности террористической и экстремистских организаций, либо решение суда. Что касается сроков воли и изъявления, тоже сейчас известно, что за депутата ЗАГС Собрания от Балаговского избирательного округа будут голосовать два дня, 7 и 8 сентября. В остальных, как решат территориальные избиркомы. Субтитры создавал DimaTorzok